Привет! В ходе этого урока мы научимся работать со списками данных в языке Python, а также изучим методы для работы с ними. А перед началом я бы хотел порекомендовать сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Списки данных, они максимально схожи с обычными переменами. Вот только в переменной мы можем хранить лишь одно определенное значение, а в списке мы можем хранить сразу набор из нескольких значений, или другими словами набор из нескольких элементов. К каждому такому элементу мы имеем доступ, каждый элемент мы можем вводить на экран, можем с ним взаимодействовать, да и в принципе можем проделывать все те манипуляции, что мы проделывали уже с переменами. Для создания списка нам потребуется изначально указать ему название, а дальше присвоить ему различные значения. Ну и давайте мы такое сейчас с вами и сделаем. Название может быть каким угодно, главное не использовать специальные символы по типу вот таких, ну и название должно быть максимально осмысленным. Вот, например, я хочу создать список, в котором я буду хранить различные числа. По этой причине я называю мой список, например, как nums, да, то есть некие числа. Далее я должен присвоить значения. Раньше, когда мы говорили про перемены, то я сюда просто присваивал определенное значение, ну допустим, там 5, 100, там 10.45 или что-то в этом духе. Сейчас же, поскольку мы работаем со списком, то мне нужно открыть квадратные скобки. И эти квадратные скобки, они говорят о том, что это у нас именно список, который может состоять из множества различных значений. Здесь может быть одно значение, может быть два значения, может быть 100 значений, а может быть и 1000 значений. Это уже лишь на ваше усмотрение. Если я на данный момент оставлю вот запись в таком формате, то сейчас у меня получится то, что мы создали просто пустой список, в нем нет никаких элементов, то есть квадратные скобки говорят о том, что мы создали список, но при этом в этом списке нет никаких элементов. Ну и мы давайте попробуем с вами сразу же такое вывести на экран. Если я хочу это вывести, то я могу просто обратиться к print, и дальше могу прописать здесь нужный для меня список, который должен быть выведен. Если я запущу программу, то мы замечаем, что у нас здесь выводятся вот эти вот просто квадратные скобки, и это говорит о том, что мы с вами просто попытались вывести пустой список. В нем нет никаких элементов, но в то же время этот список просто был выведен. Теперь давайте попробуем добавить сюда элементы. Элементы добавляются прямиком в квадратные скобки, ну и чтобы их добавить, мы просто можем прописывать их значения, например, можем прописать 5, потом поставить запятую и прописать следующий элемент. И вот количество элементов здесь никак не ограничено. То есть я, например, могу сюда добавить хоть один элемент, а хоть 100 элементов. И если это все сюда подобавляю и нажму на запуск, то мы заметим, что вот все эти элементы, они сюда были добавлены. И если просто сразу попытаться вывести весь список, то, соответственно, все эти элементы из списка, они у нас сразу здесь и выводятся. И здесь важный момент, что именно квадратные скобки мы проставляем, никакие другие скобки мы здесь не проставляем, так как если мы попробуем проставить другие скобки, например, круглые или фигурные, то, соответственно, мы создадим уже другой тип данных. Об этих типах данных мы еще будем говорить по ходу видеокурса. Но на данный момент вы просто должны знать, что для создания именно самого по себе списка, то есть самого примитивного что-то в духе массива данных, то нам нужно использовать исключительно квадратные скобки. Ну и здесь еще есть один такой важный нюанс. Обычно в других языках программирования мы в списках или, другими словами, в массивах данных можем всегда использовать лишь один и тот же самый тип данных. Вот, например, на данный момент я все мои значения указал как целые числа, то есть как бы использовал один и тот же тип данных. Но если мы говорим про язык Python, то здесь на самом-то деле вы можете использовать сразу разные типы данных. Например, сюда же я могу установить какой-то bool, также могу установить сюда определенную строку, например, здесь будет написано hello, здесь же я могу установить число с точкой, и все это будет работать абсолютно корректно. Я могу это запустить, видите, ошибок мне не выводится, и все это обрабатывается корректно. То есть если мы говорим про язык Python, то здесь в списке вы можете хранить разные значения с разными типами данных. Это все будет обрабатываться корректно. Теперь давайте познакомимся с тем, как же можно работать с каждым конкретным элементом данного списка. Ну и вот предположим, что я хочу поменять число 5, чтобы здесь было не число 5, а, например, число 50. Как же я это могу сделать? Для этого я просто обращаюсь к нашему списку, и здесь мне также нужно прописать квадратные скобки и указать как бы индекс, или другими словами порядковый номер того элемента, к которому я хочу обратиться. Если мы говорим про индексы, то индексы, они всегда начинаются с цифры 0, поэтому, чтобы мне обратиться к первому элементу по номеру, мне нужно обратиться к нему по индексу, как по нулевому элементу, потому что, опять же, отчет в индексах идет с нуля. Поэтому, если хочу изменить первый элемент, то указываю здесь число 0, и дальше могу установить какое-то новое значение, например, 50. Если такое запустить, вот мы замечаем, что первый элемент, он у меня был ранее как пятерка, а потом мы его поменяли на 50. Также, если я, допустим, хочу поменять, чтобы вместо true здесь выводилось, допустим, число 1, то в таком случае я, опять же, обращаюсь к nums, и здесь мне просто нужно взять этот элемент по индексу. Давайте вот вместе посчитаем. Это у нас нулевой элемент по индексу, первый элемент, второй, третий, четвертый, и это, соответственно, пятый элемент по индексу. Поэтому именно пятерку я сюда и проставляю. Ну и, допустим, в качестве значения установлю здесь 1. Опять же, менять вот типы данных мы спокойно можем. Тут у меня был bool, а здесь я устанавливаю целое число, или даже могу не целое, установить число, например, число с точкой, и это все абсолютно корректно обработается, никаких проблем здесь не будет. Вот мы это можем и заметить. Раньше здесь был true, а теперь здесь выводится определенное число с точкой. Точно то же самое и при выводе элементов. Если я хочу вывести полностью сразу весь список, то могу этот список сюда передать. Но если я хочу выводить не сразу весь список, а хочу вывести только какой-то определенный элемент, ну, предположим, я бы хотел вывести, допустим, вот этот вот элемент, где у нас значение 4, то, соответственно, опять же, мне нужно прописать здесь квадратные скобки и указать индекс того элемента, который я хочу вывести. Опять же, это нулевой элемент, первый элемент, второй элемент и это третий элемент по индексу. Поэтому здесь тройку я указываю, нажимаю на запуск и вот просто четверка, просто вот это вот значение, оно у меня здесь было выведено. Все обработалось корректно. И, кстати говоря, списки, они настолько гибкие, что на самом-то деле здесь в качестве элемента вы еще можете создать какой-либо список. Вот, например, здесь я могу прописать в качестве крайнего нашего элемента, например, еще один список. Для этого я опять-таки прописываю квадратные скобки и в этом списке могут находиться еще определенные некие элементы. Опять же, их количество зависит только от вас. Можете один элемент прописать, можете хоть 100 элементов прописать. Это будет зависеть исключительно от вас. Ну и, например, если вот такое попробовать запустить, опять же, все сработает корректно. То есть, несмотря на то, что у нас есть список в другом списке, это все обработается верно. И вот давайте мы сейчас с вами попробуем достучаться, ну, допустим, до вот этого, возможно, элемента и попробуем вывести этот элемент попросту на экран. Как такое можно реализовать? Для начала нам нужно обратиться просто к последнему элементу, который есть в списке NUMBS. Для того, чтобы обратиться к последнему элементу, мы, конечно же, можем просчитать количество индексов. И это, допустим, будет 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И это восьмой индекс будет. Ну и давайте даже я попробую сейчас такое сделать. Вот я просто прописываю здесь восьмой индекс. И, соответственно, мы обращаемся к нужному элементу. У меня здесь вводится элемент, который является, по сути, еще одним списком. И этот список вывелся на экран. Так вот, можно, конечно, вот так по индексу обратиться. Но также в языке Python мы можем использовать обратные индексы. То есть это, ну, или даже отрицательные индексы. То есть это возможность, за счет которой мы можем просто взять последний элемент. Чтобы нам взять последний элемент, мы указываем минус 1. И как бы я понимаю, что я беру последний элемент из списка. Если я такое запущу, мы получаем точно такой же результат. То есть я получаю также последний элемент. Последний элемент это у меня определенный список. И если я хочу из этого списка вытянуть еще какое-либо значение, то мне нужно прописать еще одни квадратные скобки. И здесь я опять же по индексу обращаюсь к какому-либо элементу. Я хотел, например, семерку вывести. А значит, по индексу это будет единица. То есть это нулевой элемент, это первый элемент. И опять же, запускаем это все. И вот у меня чисто семерка, она и вывелась на экран. То есть если вы будете в список добавлять другие дополнительные списки, то, во-первых, вот здесь вложенность вот этих квадратных скобок будет расти. А также при выводе, либо при получении значения, вы также будете всегда вот это вот количество дополнительных скобок увеличивать. Например, вот у меня, поскольку уже два списка, то вот здесь я два раза прописывал квадратные скобки. Изначально как бы обращался к первому элементу, ну к первому нашему списку. А потом из этого первого списка, из первого элемента, вытягивал значение второго списка. Вот такая здесь у меня была логика. При работе со списками мы всегда имеем доступ ко множеству различных встроенных функций, что существует в языке Python. Давайте некоторые из этих функций мы как раз сейчас с вами и рассмотрим. Сперва я предлагаю создать некий новый список. Пускай он будет называться как Numbers. И сюда мы добавим несколько новых чисел. Теперь предположим, что к этому же списку я хочу добавить некое новое значение. При этом это новое значение я хочу добавлять чуть позже, после уже создания самого списка. Как такое можно было бы реализовать? Вполне логично подумать, что можно просто обратиться к нужному нам индексу и в этот индекс поместить некое значение. Давайте попробуем даже с вами такое сделать. То есть мы обращаемся к Numbers и обращаемся к индексу 3, потому что это у нас нулевой индекс, первый индекс, второй индекс. Мы как бы обращаемся к индексу элемента, которого вообще у нас не существует, и попробуем сюда установить, например, некое значение. Пускай это будет 100. Если я попробую такое запустить, то у нас будет ошибка. Ошибка будет называться IndexError. И эта ошибка вызвана тем, что мы пытаемся обратиться к элементу по индексу, но такого элемента с таким индексом попросту не существует в самом списке. Поэтому способ добавления новых элементов, как я вот продемонстрировал здесь, его попросту не существует, потому что нельзя обратиться к элементу, которого изначально не существует в самом списке. Поэтому вместо вот такой вот конструкции мы должны с вами прописывать следующее. Мы должны обращаться к Numbers, и дальше через метод Append, который как раз и позволяет нам что-либо добавить, через этот метод мы с вами можем указать, что конкретно мы добавляем к самому этому списку. Ну и давайте чуть ниже. Мы, допустим, будем с вами выводить сам этот список, дабы просто убедиться в том, что же в нем находится. И если в данный момент мы все это запустим, то в таком случае у нас все обработается абсолютно корректно. То бишь мы изначально создали список, у которого было три элемента, а потом за счет метода Append мы добавили еще какой-либо элемент. И этот элемент, он добавляется в самый конец. И вызвать вот этот метод Append вы можете сколько угодно раз, причем можете передавать разные типы данных, и все это будет каждый раз добавляться просто в конец списка, как это вот сейчас мы и можем заметить. Если же вам необходимо установить значение по определенному индексу, то в таком случае можно использовать не метод Append, а можно использовать такой метод, который называется как insert. Этот метод, он принимает два параметра. Первый параметр это как бы индекс того элемента, куда мы будем все это помещать, а второй параметр это просто значение. Ну и, например, давайте мы скажем, что вместо двоечки я хочу установить некое новое значение. Поэтому здесь я указываю индекс как один. Опять же напомню, что первый элемент это нулевой, второй элемент это у нас будет как бы по индексу первый элемент. Соответственно, здесь единицу я и указываю. И указываю просто значение, которое будет туда помещено. Если мы такое с вами сейчас запустим, то мы можем заметить, что вот на место, где у нас была двойка, у нас было установлено значение true. При этом, что важно отметить, так это то, что сама двойка на ней удаляется, она просто смещается, смещается далее. Поэтому у нас здесь получается, что у нас до сих пор есть пять элементов, вот эти вот все элементы. Просто значение true, оно было помещено по определенному индексу, а все последующие элементы, они были смещены. Если же вам необходимо поместить не один элемент, а сразу набор из нескольких элементов, то в таком случае вы можете использовать такой метод, который называется как Extend. Этот метод он принимает в качестве параметра, в качестве значения еще какой-либо определенный список. И этот список, он может состоять из множества элементов. Вот я, допустим, три всего лишь элемента здесь пропишу. Если мы такое запустим, то вы замечаете, что в конец нашего первого списка были добавлены дополнительные элементы, это 5, 6, а также 8. Что еще интересно, так это то, что вот этот список вы на самом деле можете поместить в отдельную некую переменную, в отдельный некий список, и дальше просто вот этот список вы сюда передаете. Если запустить это повторно, то ничего не меняется, ошибок не выдается, и у нас также вот эти три элемента, они добавляются к первоначальному списку. То есть метод Extend, он позволяет нам сразу расширить наш первоначальный список на множество дополнительных элементов. Также по необходимости вы можете в быстром формате сортировать все ваши элементы в самом списке. Для этого мы обращаемся к списку и обращаемся к методу Sort. Он никаких параметров не принимает, и мы можем просто запустить проект, после чего мы замечаем, что все элементы, они отсортированы. Также вы можете задаться вопросом, а почему True у нас вдруг оказывается именно в начале, почему оно не оказывается в конце. Дело в том, что True это значение, которое аналогично значению единицы, а False, в свою очередь, это значение, которое аналогично значению 0. Поэтому, когда происходит сортировка здесь списка, у нас True, он не выступает как некая строка. Он здесь выступает именно как значение 1. Ну, а единица, естественно, у нас здесь самая маленькая, поэтому True у нас был в самом начале списка как раз и добавлен. Помимо Sort, у нас также еще существует такой метод, как Reverse. И Reverse, он делает просто то, что все наши элементы, они не то что сортируются, они просто как бы переворачиваются местами. Вот давайте я сейчас на секунду закомментирую эту строчку, и вот мы замечаем, что у нас изначально идет 5, потом True, потом 2, а если мы все-таки раскомментируем эту строчку, то заметим, что 5 у нас идет в конце, потом идет True, потом 2, ну и так дальше. То есть, как бы последний элемент идет на первое место, а первый элемент на последнее место. Ну и так с каждым из элементов. Я давайте, наверное, Sort не буду использовать, а вот лучше Numbers я все-таки оставлю, так как таким образом нам удобнее будет с этим всем работать, оно как-то в удобном формате все это будет отображаться. Дополнительно мы можем все элементы, или же некоторые элементы удалять из списка. Для удаления элементов мы можем обратиться к одной из нескольких доступных функций. Во-первых, мы можем использовать такую функцию, которая называется как Pop. Если ничего в нее не передать, то в таком случае мы заметим, что последний элемент, вот опять же, давайте я пока закомментирую эту строчку, вот у нас есть 100, и если все-таки использовать функцию Pop, то в таком случае мы заметим, что последний элемент, он у нас всегда будет удаляться. Я могу еще раз вызвать этот метод, и в таком случае у нас как бы два последних элемента, они будут удалены. Это функция Pop, она просто удаляет последний элемент. Также, если нам нужно удалить элемент по определенному значению, то в таком случае мы можем обратиться к такому методу, который называется как Remove, и сюда мы передаем просто именно определенное значение. Вот допустим, я хочу удалить элемент, у которого значение будет как True. Если я такое запущу, то вот мы замечаем, что True вот этого элемента больше здесь нет. Или же хочу удалить элемент, у которого значение будет как 6. Еще раз запускаем, и вот здесь шестерка у нас раньше была, ее теперь больше здесь нет. То есть Remove позволяет удалить нам по определенному значению. Также, если еще говорить относительно метода Pop, то сюда в этот метод мы можем передавать индекс того элемента, Который мы хотим удалить Предположим я хочу удалить первый элемент Соответственно по индексу это будет нулевой элемент И я сюда просто нолик этот передаю Нажимаю на запуск И вот первый элемент по индексу 0 Он как раз у меня и был удален Если введу сюда единицу То соответственно элемент по индексу 1 Он как раз и будет удален У меня здесь была двойка Больше этой двойки здесь нет То есть поп если ничего не передавать Он удаляет последний элемент Если что-то передать То он удаляет элемент по индексу Что приятно так это то что вы можете использовать Также отрицательные индексы, например, если указать здесь минус 2, то в таком случае это будет удален как раз элемент со значением 8 Давайте вот мы такое с вами запустим, видите, вот восьмерка, она здесь исчезла То есть как бы второй элемент с конца, он и был у меня удален Отрицательные индексы вы также здесь спокойно можете использовать Ну и если вдруг вам нужно прям удалить абсолютно все, то в таком случае вы можете обратиться к numbers и можете обратиться к методу clear Он уже параметров никаких не принимает и он полностью очищает весь список Вот что мы с вами можем как раз и заметить Ну давайте пока я лучше этот метод закомментирую Если говорить еще про какие-либо интересные методы, то можно рассмотреть такой метод, который называется как count Этот метод, он позволяет подсчитать количество элементов, что совпадает с тем значением, которое будет передано в сам метод Вот предположим, я сюда передам значение пятерки Мы можем заметить, что у нас в списке есть два элемента, которые подходят под это значение И если я сейчас запущу программу, то как раз цифра 2 здесь и будет выведена Если же я сюда передам, допустим, значение true, то у нас будет выведена единица, потому что только один элемент с таким значением у нас был в списке Ну и соответственно count позволяет нам просто получить количество совпадений Также помимо count мы можем использовать еще такой метод как len Он полностью расшифровывается как lens или же размер И если сюда передать просто определенный список, то в таком случае мы получим длину всего этого списка В нашем случае в моем списке находится 6 элементов Это число как раз здесь и было выведено Теперь давайте затронем с вами некую практическую составляющую именно при работе с списками Для начала я предлагаю создать все-таки список Пускай он у меня тоже будет называться как nums И сюда я установлю несколько чисел Также пускай здесь у меня будет находиться некая строка А в этой строке тоже будет находиться определенное число Ну и пускай здесь еще будет находиться некий bull Теперь я бы хотел вывести все элементы из этого списка на экран Конечно же это можно делать за счет метода print То есть мы можем обращаться к nums И здесь изначально вывести элемент по нулевому индексу Потом по первому индексу, потом по второму и так далее Но это все очень долго И если у нас например будет в списке ну допустим там 100 элементов То вот так вот 100 строчек кода прописать Ну будет совершенно как-то глупо и главное долго Поэтому мы конечно же таким способом здесь прописывать ничего не будем Для быстрого перебора списков существуют как раз циклы Мы их уже с вами изучали И сейчас мы с вами их будем использовать для быстрого перебора циклов И в принципе для быстрой работы с каждым отдельным элементом из самого этого списка Для создания цикла мы используем for Конечно же можно перебирать еще через цикл while Но цикл for он куда удобнее если мы говорим про перебор списков Цикл while он удобен когда у нас есть просто некое условие Здесь у нас условия нет Здесь у нас есть просто диапазон Диапазон это у нас как раз сам этот список Это то есть от нулевого элемента до длины этого элемента И поскольку мы говорим про диапазон то всегда удобнее именно использовать цикл for Здесь мы давайте создадим некую переменную Пускай она будет называться i Или возможно давайте мы ее лучше назовем как element То есть это будет определенный элемент из самого этого списка И тут я просто говорю о том что я перебираю такой список как nums Вот в общем то и все Чтобы мне вывести теперь каждый элемент из этого списка Я обращаюсь к print и обращаюсь к переменной element Если мы сейчас такое с вами запустим То мы заметим что все элементы из этого списка Они были корректно у меня здесь выведены То есть изначально пятерка потом двойка семерка пятьдесят и так дальше Что также приятно так это то что мы можем работать с каждым элементом Как нам только вздумается Допустим если я хочу каждый элемент умножить например на два Ну предположим мне такое вот нужно сделать То в таком случае я просто обращаюсь к этой переменной Умножаю эту же переменную на значение двойки И потом я уже буду это все выводить на экран Если мы такое сейчас с вами запустим То мы замечаем что все у нас произошло абсолютно корректно Здесь когда мы попытались строку умножить на два То соответственно у нас два раза эта строка просто вывелась А когда я попытался false умножить на два То у меня вывелось просто значение ноль Опять же напомню что false это у нас эквиалент Значению ноль Ну и соответственно ноль мы попытались умножить на два У нас получился ноль Этот ноль как раз здесь и был выведен В общем то за счет цикла вы в очень быстром формате Можете работать со всеми списками И главное со всеми элементами Что будет находиться внутри самих этих списков Ну и напоследок мы давайте реализуем какую-либо прикольную программу Суть этой программы будет заключаться в том Что мы дадим пользователю возможность создать список самостоятельно То есть все элементы списка А также размерность самого списка укажет сам пользователь Чтобы нам такое реализовать Мы для начала давайте получим с вами от пользователя Как бы длину самого списка Для этого я создал некую переменную Здесь мы давайте ему выведем сообщение Что enter length То есть введите как бы длину списка И дальше после того как пользователь введет длину списка Мы будем создавать цикл Цикл он у нас будет идти в определенном диапазоне И здесь кстати говоря мы конечно же опять же можем использовать for Но давайте возможно мы будем с вами использовать лучше цикл while Чтобы мы просто не забывали о таком цикле как while И чтобы мы его тоже как-то на практике использовали Хотя здесь лучше бы подходил именно цикл for Потому что там легко сделать диапазон Но все же давайте еще рассмотрим цикл while Так вот смотрите Нам нужно создать такой цикл Который будет идти от нуля И до количества элементов Что мы получили от пользователя Соответственно чтобы нам создать такой список Мы с вами просто говорим о том Что вот у нас будет еще одна переменная i Она у нас будет допустим идти как раз со значением 0 И дальше мы будем создавать цикл Который будет длиться до тех пор Пока i у нас будет меньше Чем то число которое ввел пользователь Здесь же внутри цикла Мы каждый раз будем эту i увеличивать на единицу А также нам необходимо получать от пользователя значение И это значение мы будем добавлять в список Поэтому чуть ниже чуть вернее выше Мы давайте создадим некий новый список Он пускай мне будет называться как user list Он по умолчанию будет пустым И дальше в user list мы с вами будем добавлять элемент А этот элемент мы сразу же будем и получать от пользователя Для этого я здесь просто обращаюсь к функции input И здесь мы давайте будем прописывать enter Дальше дополнительно мы здесь будем выводить еще индекс Enter, давайте так, element, element, номер И дальше будет выводиться здесь индекс определенного элемента И соответственно еще в конце мы просто двоеточие будем добавлять И сейчас у нас получится программа Где мы изначально будем просить пользователя ввести число Далее мы будем создавать цикл Который будет идти от нуля до числа пользователя И в этом же цикле мы с вами каждый раз к нашему пустому изначально списку Будем добавлять новый элемент И этот элемент мы также каждый раз будем получать от пользователя Далее мы просто будем наш индекс как бы увеличивать на единицу Нашу вот эту вот перемену будем увеличивать на единицу Тем самым мы пройдемся по полному всему этому списку Добавим каждый элемент И дальше кстати говоря мы давайте еще будем выводить этот весь полученный список Для этого я просто здесь обращусь к print и обращусь к user list Также по желанию вы можете не просто через print это все вывести А можете создать еще один здесь цикл Для перебора списка и для вывода всех элементов из этого списка Единственное что я еще забыл сделать Так это то что нам необходимо получить число от пользователя Это число нам нужно будет еще привести к типу данных integer И уже после того как мы его приведем к типу данных integer Мы сможем выполнить вот это вот сравнение Без приведения к типу данных integer мы сравнение не сможем выполнить Ну и давайте мы такое с вами сейчас запустим И попробуем все это выполнить Итак для начала нам нужно ввести длину Допустим я скажу что у меня будет три элемента И дальше мы сразу с вами замечаем что у нас есть ошибка И конечно же ошибка у нас присутствует Ошибка связана с тем что вот здесь в input Это все таки я перепутал Это у нас не метод print который можно Который можно через запятую сколько угодно параметров передавать В метод input нам всегда нужно передавать только одно значение Одну строку Поэтому мы давайте наверное создадим некую новую переменную Пускай она будет называться как string Дальше в эту переменную мы устанавливаем саму вот эту вот строку По сути как вы можете заметить в эту строку мы тоже можем указать здесь вот эти вот запятые И все оно обработается корректно Но мы давайте лучше здесь будем использовать все таки плюсы И тут тогда если мы используем плюсы то нам нужно еще вызвать метод str для приведения типов То есть мы как бы вот это вот число приводим именно к формату строки Ну и дальше все что нам нужно будет сделать так это просто вот эту вот переменную сюда подставлять в input В таком случае все будет корректно отображаться Итак давайте введем длину 3 После чего мы замечаем что все у нас корректно дальше обрабатывается Вот только мы давайте наверное поправим кое-какие моменты Во-первых я хочу чтобы здесь у нас был пробел А также хочу чтобы начиналось все это не с нуля А чтобы оно все у нас начиналось с единицы Поэтому здесь я просто каждый раз к вот этой нашей переменой буду добавлять 1 Да тем самым я буду выводить здесь не 0 А буду выводить например там 1, 2, 3 ну и так далее Давайте еще раз перезапустим это Вводим длину как 3 элемента Вот теперь все корректно отображается И мы можем ввести какие-либо значения Предположим здесь у меня будет например некая строка hello Дальше у меня будет еще число 56 И возможно у меня будет еще число 34 После того как я ввел все вот эти вот значения Мы можем заметить что все они были добавлены И поскольку еще раз напомню input он всегда у нас принимает строку Поэтому у нас вне зависимости от того что я здесь вводил число или же строку У нас всегда здесь все элементы они будут являться именно строками Но главное мы реализовали весь необходимый функционал То есть теперь пользователь вводит длину А дальше он вводит все элементы для самого этого списка И чуть позже мы весь этот список отображаем пользователю Опять же напомню все элементы в этом списке будут именно строками Потому что input принимает Input вернее возвращает всегда именно строку Ну что же на этом наш урок подходит к концу Надеюсь урок вам понравился Если так то не забывайте подписываться на канал А также вступать в наши соцсети Все ссылки на них будут в описании к этому видео У меня же на этом все До скорых встреч Пока